Здравствуйте! В эфире программа «Юрисконсульт». Сегодня мы вернемся к теме дорожно-транспортных происшествий и поговорим о том, какими должны быть первые действия водителя при ДТП. В первую очередь, попав в ДТП, водитель обязан немедленно остановить автомобиль и не трогать его с места, а также включить аварийную сигнализацию. Оставлять место происшествия запрещено. За сокрытие с места происшествия предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет, либо административный арест на срок до 15 суток. При этом административный арест считается более тяжким наказанием, поэтому при отсутствии отягчающих обстоятельств водитель будет лишен водительских прав. Убрать машину до приезда ГБДД можно только в крайнем случае, если движение других транспортных средств невозможно. Для этого надо предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия. Необходимо оказать первую неотложную помощь пострадавшим и вызвать им скорую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном транспорте в больницу. Правила дорожного движения обязывают водителя в случае необходимости доставить пострадавших в больницу на своем автомобиле. Помните, что за неоказание помощи потерпевшему предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 1 года. После того, как потерпевший будет доставлен в больницу, надо вернуться на место ДТП. Это тем более необходимо, чтобы ваши действия не были расценены как оставление места происшествия, за что предусмотрено до 15 суток ареста или лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет. Этого можно избежать, если до отъезда в больницу с пострадавшим заручиться показаниями и координатами очевидцев или сообщить в полицию по телефону о своих предполагаемых действиях. Также необходимо выставить знак аварийной остановки. Ну и, конечно же, сообщить о случившемся в полицию. Следует записать фамилии и адреса очевидцев, записать координаты и номера страховых полисов ОСАГО и всех других участников ДТП. В сложных ситуациях следует также сразу связаться по телефону со своей страховой компанией. В случае, если вы не являетесь виновником аварии или виновник неопределен и вы хотите в дальнейшем получить возмещение по полису ОСАГО виновника, надо заполнить бланк извещения о ДТП, выданный страховщиком. Бланк рассчитан на заполнение водителями двух транспортных средств, причастных к ДТП. На бланке «До прибытия инспектора» можно нарисовать примерную схему расположения автомобилей. Если возмещение планируется получать по КАСКО, независимо от того, виновник вы или нет, заполнять бланк извещения не обязательно. Следует обратить внимание и сохранить следы и предметы, относящиеся к происшествию. Например, осколки фарного рассеивателя, обломки или детали автомобиля. После прибытия инспектора ГИБДД следует сообщить ему об этих следах и предметах и проследить, чтобы они были зафиксированы в протоколе. Составленный инспектором протокол и прилагаемую схему места происшествия следует внимательно прочитать. При наличии замечаний следует указать их в протоколе при подписании. Также необходимо проследить, чтобы в протоколе в перечне повреждений автомобиля было указано, что возможны скрытые повреждения, если такие действительно возможны. Это потребуется для обоснования убытков в страховой компании. На месте происшествия водитель не обязан давать сотруднику ГИБДД ни устных, ни письменных показаний относительно своих действий в момент ДТП. Отказ от показаний можно мотивировать стрессовым состоянием и отсутствием возможности привлечь в настоящий момент к делу своего адвоката. Оформление документов о ДТП может осуществляться и без участия сотрудников полиции при наличии одновременно следующих обстоятельств. Вред причинен только имуществу. ДТП произошло с участием двух автомобилей, гражданская ответственность владельцев, которых застрахована по ОСАГО. Участники аварии не имеют разногласий относительно обстоятельств и характера причинения вреда, которые зафиксированы в бланках извещений о ДТП. Однако, следует иметь в виду, что в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции размер страховой выплаты не может превышать 50 000 рублей. Если в результате ДТП нет пострадавших, но сумма возмещения может превышать 50 000 рублей, водители при взаимном согласии в оценке обстоятельств ДТП, составив схему происшествия и подписав ее, могут поехать на ближайший пост ДПС или в полицию для оформления происшествия. На этом на сегодня все. Если у вас есть вопросы, звоните по телефону, который вы видите на ваших экранах. До свидания.